Реконструкция современного спорткомплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана почти завершена. Спустя почти 10 лет эксплуатации строятся два многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также теннисный корт. Для удобства одесситов поменяли трибуны на более чем тысячу мест, освещение и по периметру выложили дорожки плиткой. Используются только самые передовые европейские технологии. Здесь есть современная дренажная система, которая будет улавливать подпочвенные воды на глубине 9-10 метров. Дома, построенные рядом, давили на склоны, поэтому инженерные коммуникации укрепили специальными сооружениями, установками для отведения воды в дождь и снегопад, а также деревьями. Дренажная система будет служить многие десятилетия. Мы решили в этом году полностью сделать капитальный ремонт. Даже не капитальный ремонт, а полностью построить новый спортивный комплекс. Здесь будет вот два футбольных поля. Вот с левой стороны, вы обратили внимание, это теннисный корт. С левой стороны тренажеры будут. Такие красивые уличные тренажеры. Для того, чтобы с трассой здоровья можно было спуститься и заниматься физкультурой, спортом. Это очень важно. Для проведения реконструкции, как и для строительства спортивных комплексов, не выделяется ни копейки бюджетных средств. Все деньги были выделены из бюджета Международного гуманитарного университета. К этому времени уже потрачено более 10 миллионов. Произведена заливка прочного бетона под поля и площадку, где будут размещаться современные тренажеры со сменной нагрузкой, изготовленные по американским технологиям. Бетонная основа поля будет покрыта специальным резиновым покрытием швейцарского производства фирмы «Коника». В это тяжелое экономическое время вытащить с бюджета и строить, наверное, стадион, ну, наверное, не очень хорошо. Мы сегодня здесь не вложили ни одну копейку, не привлекли ни одну копейку с бюджета. Я подчеркиваю, с бюджета нет здесь денег. Вот заработал университет, Международный гуманитарный университет, не государственное высшее учебное заведение, мы строим вот такие спортивные сооружения. Мы же строим их не для себя. Вы же обратили внимание, у нас десятки спортивных площадок, они все для граждан Одессы. Всеукраинские спортивные федерации и ведущие спортивные клубы проводят на спортивной базе Международного гуманитарного университета соревнования всех уровней по самым различным видам спорта. Благодаря этому в Одессе в последние годы действительно наблюдается стремительное развитие спортивной отрасли. Реконструкция, модернизация и расширение спортивной базы ведущего вуза Юга Украины делают Одессу не только спортивной столицей Украины, но и всей Восточной Европы.